Понедельник, день тяжелый, скажут многие, кроме карахановых Петрушков. Последняя неделя 2020-го в этой семье началась как нельзя лучше. Встречали долгожданных гостей. Глава депутатского корпуса и администрации Ленинского района. Рядом и Дед Мороз со Снегурочкой. Сразу с порога юные таланты атаковали стихами и решили, не откладывая долгий ящик, устроить хоровод. С козырей пошли. Метель ей пела песенку, ствиелочка, бай-бай. Гости пожаловали не с пустыми руками. Сладкие подарки и от Могилевской областной ассоциации местных советов депутатов набор постельных принадлежностей. От семьи сувениры, сделанные своими руками. Новый год это в первую очередь праздник для детей. Потому что ожидание чуда, ожидание новых каких-то событий, это в первую очередь касается детей. А мы взрослые люди, независимо от того, какого мы ранга, должности, безусловно, должны этот подарок сделать для детей. Поэтому основная задача самой акции состоит именно в том, чтобы поздравить детей с Новым годом. Ну а с учетом того, что мы находимся сегодня в семейном детском доме, это безусловно эти дети, которые, ну, скажем так, не имеют родителей, имеют воспитателя, который занимается их. Они особенно нуждаются в теплоте и внимании. Поэтому основная цель и задача вот как депутатского корпуса, так и всех, в принципе, взрослых людей, это поздравить детей с Новым годом. После гостей хозяева переместились в гостиную, за чаем обсудили насущные проблемы. Мама рассказала про каждого своего ребенка, кто чем занимается и про успехи в школе. Сейчас в семье семь детей, поэтому поддержка от властей необходима всегда. Не столько даже важны вот эти подарки, которые дарят, сколько внимания. То есть это время, когда ты чувствуешь, что ты не один, что есть поддержка, что есть люди, которые готовы помочь, которые готовы, ну, просто поддержать добрым словом. Это всегда очень важно. Иногда любое слово доброе важнее каких-то там материальных или физических поддержек, помощи. В доме по признанию гостей царит любовь и уют. Стоит напомнить, новоселье здесь отметили 3 июля этого года. У большой и дружной семьи появились просторные апартаменты на Комсомольской. Максим Кемель, Максим Галионко, Бобруйск, 360.